Утро со звуком. Не проспи. Главное, это утро. Вон он о чем. Слушай, на денек ты сегодня какой-то прям полный пипец. Ну, хороший денек. Интересная дата. Сегодняшний день в истории. На Радио 13. Итак, друзья, именины сегодня празднуют Зосима. Зосима? Нет. Именины у Зосимы. Как на Зосимы именины. Дальше. Иван. Повезло тебе. Сафрон. Виктор. А вот дальше начинается полный привет. Зенон. Людослав. А Зенон, подождите, это муж королевы Зены, да? Да, да, да. Имена она, да. Зенон. Или ее сын. И Юлиан тоже сегодня празднует свои именины. Интересная дата. Я начинаю, да? Итак, 1782 год. Британский флот под командованием адмирала Родни разбивает французский флот в святой битве в Вест-Индии. Сегодняшний день в истории. А в этот день, в 1903 году, в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания. Интересный денек. На юго-западе столицы СССР, города Москвы, началось строительство главного здания МГУ на Воробьевых горах в 1949 году. Интересный денек. А вот в Париже открылся Евро-Диснейленд в 1992 году. Сегодняшний день в истории. Я-ху! Запущен каталог Я-ху, быстро ставший один из самых популярных в мире в 1995. Интересная дата. Пожар в Кафедральном соборе Иоанна Крестителя. В 1997 году в Денах находится Туринская плащаница. В последнюю минуту реликвия спасена от огня. Интересный денек. Ну и в 2005 году Intel начала поставки двухъядерных процессоров Pentium 4 Extreme Edition 840. Я почему-то эти процессоры всю жизнь называю двухъяростные. Ну, так тоже хорошо. Для тебя они производились, собственно. Че это? Че это? Ну, а вот так. Так, а кто родился-то у нас? Антуан Жусе родился, друзья, в этот день, в 1748 году. Это французский ботаник. Ну, в смысле, не тот ботаник. Директор Парижского ботанического сада. Интересный денек. Значит, год 1917, в этот день, 12 апреля. Александр Иванович Шалимов родился советский ученый, геолог и писатель-фантаст. Интересный денек. Можно я перескочу на одного? Я хочу прочитать этого чего-то. Нет, нет. Пожалуйста. Ладно, читай. 1900, ха-ха, 1949 год. Родился, друзья, вы не поверите кто. Тот самый клоун-кашковод народный артист РСФСР Юрий Куклачев. Кстати, вот совсем недавно шутка попадалась. Семье Куклачева там что-то родилось несколько детей. Двоих красивеньких оставили, остальных утопили. Интересный денек. Злая шутка. В 1946 году Виктор Доценко, автор серии детективных романов о Савилии... Чего? Говоркове. Говоркове по кличке Бешеный. Сегодняшний день в истории. Елена Корикова актриса родилась в этот день в 1972 году. Какая женщина. Интересный денек. Корикова-то, кстати, блондинка. Корикова-разве блондинка? Она перекрашена. Так, ну там у нас остался еще один неразменный. 1979 год. Клейр Дейнс. Родилась американская киноактриса, сыгравшая в таких фильмах, как «Звездная пыль» и «Ромео плюс Джульетта». История дня. На Радио 13. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро. Утро со звуком. Только на Радио 13.